Не нужно ему отрезать желудок, пусть он поживёт со своей. И тема нашего разговора – это нейроэндокринное образование. Это очень хороший вопрос, которому ближайшие полчаса и будет посвящено. Добрый день, дорогие друзья, коллеги. Мы снова с вами в жёлтой студии. У нас сегодня Михаил Юрьевич Агапов – это городской клинический онкологический диспансер. Михаил Юрьевич – доктор медицинских наук. Михаил Юрьевич, рад вас видеть. Я тоже очень рад вас видеть, и вас, и коллег. Спасибо большое. И тема нашего разговора – это нейроэндокринное образование. Михаил Юрьевич, а что это такое нейроэндокринное опухоли желудка? Нейроэндокринное опухоли – это в случае желудка – это опухоли из эндохромофильных лайк-клеток, которые имеют различную степень дифференцировки, степень злокачественности и значение для жизни и здоровья пациента. Они тактически относятся к подслистым образованиям или к эпителиальным образованиям? Здесь я отвечу достаточно хитро. Они относятся к субэпителиальным образованиям. Поскольку они растут из глубоких слоев слизистой, то есть чисто под слизистым образованием их отнести нельзя, в то же время эпители сам по себе на их поверхности не сохранен. То есть это субэпителиальное образование. Именно в связи с наличием нейроэндокринных опухолей часть авторов рекомендует использовать термин не подслизистой опухоли, а субэпителиальные опухоли, чтобы включать и нейроэндокринные в эту группу. Просто очень часто в энцикопических заключениях, которые тоже попадаются на лицо, то есть и подслизистые образования, субэпителиальные описываются, и нейроэндокринные опухоли. Ну, нейроэндокринные – это субэпителиальные образования, но не подслизистые. Такая вот тавтология получается немножко. Хорошо, тогда следующий вопрос. А чем же они все-таки отличаются от эпителиальных на образовании? В случае нейроэндокринных опухолей опухоль растет из глубоких слоев слизистой. То есть сам эпителий поверхностный, он не изменен. В случае рака изменение, ну, аденокарцинома имеется в виду, изменение на уровне эпителий. Ну, хорошо, тогда в диагностике. Существуют ли какие-то признаки, когда мы можем заподозрить вот эту нейроэндокринную опухоль у пациента до того, как вот мы возьмем эндоскоп в руки? Безусловно, это, ну, это зависит, во-первых, от, мы с вами прекрасно знаем, что есть три типа, а некоторые выделяют четыре типа нейроэндокринных опухолей желудка. И от типа к типу внешняя картина может несколько варьировать, но в классике это небольшого размера образование желтоватого цвета, которое в центре может иметь углубление или даже изязвление в случае крупных образований. В случае осмотра с увеличением мы видим в центре образования расширенные дилатированные сосуды и иногда сохраненную вот эту вот сеточку эпителиальных микрокапилляров. А всегда ли информативно будет биопсия вот в этот момент? Это одно из отличий как раз нейроэндокринных опухолей, как субэпителиальных, от других подслистых опухолей. Теперь если у нас идет речь о, например, астромальной опухоли, то биопсия, как правило, обычно эндоскопическая будет негативна. А при нейроэндокринных опухолях, поскольку эта опухоль все-таки субэпителиальная, если мы возьмем хорошие большие щипцы, если мы захватим, постараемся захватить до уровня собственной пластинки слизистой, а уж не говоря о мышечной пластинке слизистой, мы тогда получим эндоскопическую верификацию. Так вот перескочили дальше вперед. Мы поняли, что с вами клинических каких-то проявлений нет. А существуют ли какие-то классификации при эндоскопическом обзоре? И существуют ли какие-то предикторы? То есть мы заходим в желудок, допустим, эндоскопом, и вот уже понимаем по какой-то картине, допустим, что нам надо искать здесь нейроэндокринные опухоли или нет. Безусловно, существует. Давайте мы остановимся отдельно на различных типах, поскольку эндоскопическая и клиническая картины и пригноз при различных типах абсолютно разный. Например, это первый тип нейроэндокринных опухолей. Это то, что встречается чаще всего. Это 80-90% всех нейроэндокринных опухолей желудка. Это образования, которые встречаются на фоне выраженной атрофии. Достаточно часто, кстати говоря, на фоне аутоиммунного гастрита. И для этого состояния характерно что? Что, во-первых, у пациента высокие цифры гастрина, то есть гипергастрономия, второе, что у него высокая PH, то есть у него нету кислоты. И в желудке мы видим, как правило, множественные мелкие образования, как правило, они менее 1 см, желтоватого цвета, расположены в теле желудка на фоне выраженной атрофии. Как-то так, если мы говорим о первом типе. Ну, то есть фоном, я так понимаю, все равно является наличие атрофии, то есть в теле желудка, да? Для первого типа, пожалуйста, может в теле и антральном отделе. То есть он может быть как на фоне аутоиммунного гастрита, так и на фоне тяжелого хеликобактного гастрита. Диффузного трофического гастрита. Хорошо, второй тип, третий тип, то есть эндоскопический, или это все-таки морфологическая какая-то характеристика? Абсолютно, мы эндоскопически можем и должны заподозрить. Второй тип встречается достаточно редко. Он встречается у нас на фоне либо синдрома множественных эпителиальных неоплазий первого типа, либо, что еще реже, но еще интереснее, на фоне синдрома Зелингера-Эллисона. И просто я могу сказать, у нас недавно был такой пациент. У пациента эрозивный эзофагит тяжелый, вплоть до того, что за счет агенофагии у него проблемы с глотанием пищи. У него выраженная гиперплазия слизистой в теле желудка и атрофичный по сравнению с ней антральный отдел. У него множественные эрозивно-язвные поражения в двенадцатиперстной кишке. У него нероэндокринная опухоль, как потом гистологически верифицировалось, в хвосте поджелудочной железы. И у него гипергастринемия. И на фоне этом нероэндокринные опухоли, которые тоже могут быть множественные, мелкие, но в отличие от первого типа, здесь нет атрофии слизистой оболочки, а наоборот гипертрофия слизистой оболочки в тело. В гистологии мы увидели у этого пациента и должны видеть гиперплазию параэтальных клеток за счет гипергастринемии, за счет Золингера и Лисона. Здесь кислотность наоборот низкая, то есть pH еще ниже, чем 2. То есть все равно эти пациенты, которые попадаются, они где-то уже обследованы до? В данном случае, если мы говорим о том пациенте, то он к нам пришел с диагнозом образования хвоста поджелудочной железы, а синдром Золингера и Лисона и все остальное был поставлено уже в реакции. Это уже после обследования. Хорошо. Ну и чаще всего, насколько я понимаю, что такие пациенты, они выявляются при есть клининговом осмотре, то есть они направляются по каким-то другим причинам, и при эндоскопическом обследовании можно обнаружить вот эти эндокрины. Да, если мы говорим о первом типе, то это, как правило, случайная находка. Человек пришел по другим симптомам, поскольку карциноидный синдром при первом типе, это казуистика, он практически не бывает никогда. При втором типе чаще всего пациент пришел с либо с другим, последованием по поводу другой нервно-эндокринной опухоли, другой локализации, либо, если на фоне синдрома Золингера и Лисона, по клинике синдрома Золингера и Лисона, и если это третий тип, о котором мы еще не упомянули, он самый коварный, и он-то как раз развивается на фоне, он спорадически на фоне нормального желудка, вот эти-то пациенты, как правило, могут прийти уже с карциноидным синдромом и с метастатическим паражением, к сожалению. Ну окей, раз мы говорим с вами о диагностике, то один из часто задаваемых вопросов от наших слушателей, зрителей, это то, что существуют ли какие-то классификации, которые могут описывать нервно-эндокринные. Ну то есть признаки нервно-эндокринной опухоли, вот они у вас были перечислены, то есть существует автор какой-нибудь у этих вот наблюдений? Я, насколько помню, вот эту вот картину при эндоскопии с увеличением описал профессор Яо с авторами, оно каких-то вот, скажем так... Ну там Куда классификация для диагностики, нет? Такого нет, нет, таких, к сожалению, ну в каком случае я не знаком. Ну то есть, ну и в своей практике могу сказать, что достаточно четко можно определить наличие карциноида, то есть по перечисленным признакам. Ну это, как правило, такой желтоватый оттенок, сосудистая сеть, достаточно расширенная на нем, причем они даже видны и в очень мелком таком состоянии. Ну и опять возвращаясь, наверное, к качеству оборудования, то есть если мы говорим о нейроэндокринной опухоли, это должна быть, скажем так, стойкая с высоким разрешением или обычного дископического оборудования достаточно, ну там фибра с низким разрешением. Если мы хотим сказать уверенно, что это все-таки нейроэндокринная опухоль, на мой взгляд здесь нужно, ну хотя бы... Ну и high definition, либо близкий фокус. В другом случае мы видим какое-то мелкое образование, ну например какие-то красноватые они могут быть или желтоватые, полиповидные или плоско приподнятое образование на фоне атрофичной слизистой, мы должны взять с них биопсию, а дальше уж нам поможет морфовок. Если у нас есть аппарат с увеличением, с узким спектром, с high definition аппарат, мы здесь уже можем более уверенно предположить нейроэндокринологу. Ну то есть все равно, если мы говорим о нейроэндокринных образованиях, то это все-таки тогда оборудование все-таки высокого разрешения. То есть если скрининг и все остальное, то здесь мы упираемся именно в эту позицию. Хорошо, во всех ли случаях с нейроэндокринными образованиями присутствует аутоиммунный гастрит? Нет, конечно. Поскольку он достаточно часто развивается на фоне хеликобактного хронического трофического гастрита, здесь далеко не обязательно наличие... Вообще, это если мы говорим о первом типе, то есть это может быть хронический хеликобактный гастрит атеротрофический, либо аутоиммунный. При втором типе у нас атрофии нет вообще, при третьем атрофии нет вообще. То есть да, чаще всего на фоне атрофии, но нужно помнить, что бывает и на фоне гипертрофии, гипертрофии, золинги, релисони и бывает спорадические третий типы, когда мы видим нормальный желудок и на фоне нормального желудка у нас есть образование. Это хуже всего, кстати. Есть еще такое, стало в последнее время встречаться в заключении морфологических, после биопсии, допустим, стандартизованных, такое понятие, как гиперплазии нейроэндокринных клеток. Ну, гиперплазия нейроэндокринных клеток это такой этап в образовании нейроэндокринных опухолей, поскольку мы знаем, что у нас есть G-клетки, которые расположены в теле желудка, которые в ответ на прием нашей пищи вырабатывают гастрин, соответственно, у нас развивают энтохромофильный лайк клетки, они начинают активировать протонную помпу, у нас повышается кислотность, кислотность повышается, D-клетки видят, что кислота, и по обратному механизму тормозят G-клетки. Когда у нас есть атрофия, соответственно, у нас G-клетки, они работают активно, но обратной связи им никто не тормозит, поскольку кислотность не повышается, и за счет постоянной стимуляции энтохромофильные клетки, ну, это хромофильные лайк-клетки, а не клетки энтохромофильного типа, наверное, по-русски это будет, это у меня такой русско-английский прононс получается. Я понял. Вот, они гиперплазируются, бывают три типа гиперплазии, линейная, узловая и так далее, и тогда мы видим ту картину, о которой вы сказали. Хорошо, тогда вот, ну, дальше по диагностике, просто если пойдем, то вот мы увидим с вами образование, да, мы понимаем, что это, наверное, эндокринная опухоль, у нас там хороший аппарат. Какая дальнейшая тактика? Вот мы увидели это образование. Опять же, мы должны понять на фоне чего, какой из типов, да, поскольку от типа зависит дальнейшая, а, тактика, б, прогноз. Поскольку, например, если у нас первый тип, мы видим образование множественные и мелкие, мы берем биопсию, мы должны все-таки сказать, какой степень дифференцировки, G1, G2, G3, да, а нейроэндокринного рака в данном случае мы можем ожидать, ну, с крайне низкими шансами. И потом, в зависимости от размера образования, некоторые говорят, что до 5 мм, а некоторые до сантиметров вообще трогать не надо, поскольку риск метастатического поражения крайне низок, ну, и вообще жить они не очень мешают. А если убирать, то мы там, например, 5 мм, 1 см убираем методом резекции слизистой, если какие-то крупные, там, 1,5-2 см выше сантиметра, мы иногда выполняем эндоузи, чтобы сказать, что это не является опухолями Т2, и выполняем диссекцию в подслизьском слое. И эти пациенты имеют замечательный прогноз, они проживут долго и умрут практически 100% вероятностью от других причин, не связанных с наличием этой нервноэндокринных опухолей. Если у нас есть, например, третий тип, то здесь мы должны взять биопсию, выполнить эндоузи, выполнить ПЭТ-КТ, иногда сенцитографию с соматостатином, по-моему, для того, чтобы исключить метастатическое поражение, поскольку эти образования, как правило, третьего типа часто метастазируют, часто уже диагностируются на этапе метастазов печени, требуют химиотерапию, требуют хирургического лечения и так далее. То есть от типа зависит. Михаил Юрьевич, научный человек, сразу видно, доктор наук. Я врач-эминдоскопист, соответственно, я вижу это образование, мне куда деть этого больного. Я так понимаю, что это не вопрос одного специалиста, в плане врача-эминдоскописта, который его увидел, тут же порекомендовал удалить, удалили и забыли. Какой-то есть же алгоритм? Алгоритм есть, но в действительности в мире, как правило, существует так называемая команда, которая занимается определенной патологией. Например, мультидисциплинарная команда. И вот на этой мультидисциплинарной команде, особенно второй и третий тип, первое, что мы должны сделать, поставить диагноз, чтобы поставить диагноз, определить, к какому типу это относится. По одному эндоскопической картине мы можем предположить, но не всегда можем сказать это точно. Вот кто этим занимается? Это эндокринологи, это онкологи, эндокринологи-онкологи, наверное, онкологи. Онкологи, да. буквально все онкологи. Вот эта вот тема, когда мы обнаружим вот это новообразование, мы не сразу решаем вопрос, а потому что мы его удалим. То есть, от нас чего зависит? Мы должны морфологически получить? Да, верифицировать, безусловно. Потому что мы должны, кроме того, что какой тип, мы должны еще дифференцировать. G1, G2, G3. Мы без морфологии это не скажем. Ну и дальше этого пациента, ну вот мы просто дальше идем с вами к оперативным вмешательствам, разговаривать об удалении вот этих новообразований. То есть, определиться с тактикой нашей, то есть, как мы его будем удалять? В каком случае хирургическое, в каком эндоскопическое варианты? Мы же должны дообследовать этого пациента, грубо говоря. Безусловно, да. Но в идеальном мире, то есть, ну идеально это то, в котором он должен быть, да, что мы этому пациенту, скажем, увидев эндоскопические нейроэндокринную опухоль, да, предположить, предположив его, предположим, тип, да, и морфологически верифицировав, дальше потом должны встретиться в какой-то мультидисциплинарной команде, да, которая говорит, что, ребята, у этого пациента не просто нейроэндокринная опухоль, а нейроэндокринная опухоль, там, желудка такого-то типа, да, такого-то размера, соответственно, здесь требуется или не требуется такого дообследования, и тогда уже решается о методе лечения. Будет ли это эндоскопия, наблюдение вообще, будет ли это резекция слизистой или диссекция по слизистым слоям, либо это будет химия-хирургической операции, либо это вообще будет просто химиотерапия. Хорошо, тогда мы, ну, понимая, это уже онкокомиссия из разряда, да, то есть, мы нашли от эндоскописта, визуализировал, описал, ну, и, соответственно, гистологию. Гистология вот в обязательном случае для того, чтобы понять, что дальше делать. Во всех ли случаях, вот при находке вот этих вот, ну, на эндокринных опухолей, как правильно сейчас все-таки это говорить, нам требуется исключать, так называемый, карциноидный синдром. Это первый момент. И второй момент, ну, из дообследования, то есть, нам нужно ли делать КТ, там, как общий онкосклиник, да, наличие или отсутствие метастазов? Значит, при первом типе карциноидного синдрома не бывает практически никогда, КТ, МРТ не показан в стандарте. Второй, третий тип, второй тип требует КТ, МРТ для исключения уже какого-то метастатического поражения и поиска других нейроэндокринных опухолей, в частности, поджелудочной железы, мы помним об этом Золингер или Сони. Третий тип обязательно требует ПЭТ-КТ, иногда синцитографию, поскольку очень часто уже имеет и метастатическое поражение и, соответственно, карциноидный синдром. Хорошо, тогда второй вопрос, то есть, мы поняли, что эндоскопически мы можем все-таки отдифференцировать, ну, плюс-минус, да, с поражением, что это, перед нами первый тип, второй тип, либо третий тип, предположить, да, соответственно, подтверждаемые это уже морфологические и лабораторные, то есть, у нас есть, мы определяем уровень гастрина и кислотность, которые при первом высокий гастрин и малой кислоты в желудке, при втором типе высокий гастрин и много кислоты в желудке, при третьем типе и гастрин и кислотность нормальная. Ну, то есть, и после этого мы решаем вопросы, как мы их будем удалить. Да, да. Ну, хорошо, давайте вот первый тип. Они же бывают единичные поражения, бывают множественные, расцепные. Или больше характерны при первом типе все-таки расцепной тип? Да, больше характерны множественные, мелкие поражения. Здесь, как мы уже с вами это затрагивали, вопрос дискутабельный. Часть авторов говорит о том, что если образование до 5 мм, их вообще не нужно трогать, особенно, если их больше двух, 1-2 можно удалить обычными биопсинами щипцами, вот не я придумал, это так пишут. Ну, иностранные авторы, да. А если образований до 5 мм много, их не нужно удалять все, поскольку их вообще не нужно удалять, а их просто можно наблюдать. Если образование 5-10 мм, некоторые говорят, что можно не удалять множественные, некоторые говорят, что можно удалить резекцией слизистой, хотя исследования, когда сравнивали обе эти тактики, абсолютно одинаковый результат на выживаемость и так далее. Если они больше 10 мм, да, их нужно удалять, либо резекция слизистая, если они там 10-15 мм, когда их можно удалить, это колпачковая резекция с единым блоком, либо если они 15-20, уже диссекция по слизистому слою, если образование более 20 мм, здесь уже нужно обязательно эндоузии, чтобы мы дифференцировали Т1 и Т2 и удаление уже если об эндоскопической диссекции по слизистому слою, либо уже краевая резекция хирургическая, это нет. По поводу эндоузии тоже вот есть такой один большой вопрос, потому что читал, я уже не помню статьи, источники, но можно, я думаю, что легко достаточно это все найти, написано, что для эндокринных обухолей, вот карциноидного типа, все-таки более характерно наличие фиброза в по слизистином слое, то есть, и поэтому вот есть ряд публикаций, которые говорят о способах удаления вот этих вот на эндокринных образований, то есть, большинство все-таки уходит в сторону диссекции, потому что мы четко можем визуализировать слой, потому что есть наличие фиброза посредством слоя, если мы с вами говорим об эндоузии, то отличить фиброз и инвазию в мышцу это же достаточно сложно получается, то есть, вот на что вы ориентируетесь при эндоузии вот таких вот образований? Я соглашусь с вами, что это очень сложно, более, на мой взгляд, это вообще невозможно. Второй вопрос, что в своей практике я не встречал проблемы вот именно с выраженным фиброзом подслизистого слоя при нервоэндокринных эпохолях. Безусловно, он не такой, наверное, красивый, когда в нормальной слизистой, тем более, это все на фоне атрофии при первом типе, но такого мышцеподобного, как фиброз F2 по классификации, я такого не встречал. По данным, по литературным рекомендациям нам все-таки нужно выполнять эндоузи для диагностики Т1 и Т2. Поскольку удаление Т2 и то, что мы видим, предположим, если мы видим по эндоузи, что это образование Т2, окей, мы можем ошибиться, но у нас есть альтернатива диссекция, у нас есть комбинированные лапароскопические эндоскопические операции без вкрытия просвета желудка, у нас есть лапароскопическая краевая резекция желудка, которая занимает 15 минут сшивающими аппаратами. Я думаю, что все-таки нам не нужно уговаривать себя, что вот это точно фиброза Т2, лучше решать в сторону больного. Что бы вас остановило? То есть вы смотрите, видите образование, пусть будет 15 мм, плюс-минус, пограничный, непонятно, делать эндозивы. Что бы остановило, это хирургическое. Какой тип первое? Вот от этого нет, это действительно понятно, я понимаю, что первый тип здесь как бы понятный эндозив, наверное, особую роль большой и не играло бы, пошли бы удалять, да, второй тип, третий, ну уже тут, наверное, было бы задумано. При третьем типе, если бы у меня были подозрения на то, что образование инвазирует в мышцу, я бы никогда не стал ее удалять эндоскопически. Полностенная резекция? Здесь, я думаю, что в связи с высоким крайним риском метастатического поражения здесь речь бы шла о гастроктомии. Люфодисекция? при всех образованиях гастроктомии, то есть, если это третий тип? Не при всех, но если мы говорим о том, что здесь при третьем типе риск крайне высок, и здесь мы должны быть очень осторожны, если при эндозиве, ну понятно, если мы видим узлы здесь, вопросов нету, если мы видим Т2 при эндозиве, здесь... Ну, то есть, Т3 все равно должен сопровождаться лимфодисекцией, то есть, это уже хирургическая история, это очень частая хирургическая история, поэтому рекомендуют предоперационно выполнить ПЭТ-КТ и сенцитографию с характерным для нейроэндокринных апохолей маркером, для того, чтобы и в предоперационном этапе исключить наличие метастатического поражения. Какие-то границы размеров дозвольности с более высоким риском метастазирования, более низким при третьем типе? Ну, 10 мм. То есть, до 10 мм еще как-то можно... 10, может быть, 15, после всех обследований. То есть, здесь проблема в том, что третий тип очень плохой прогноз, хуже, чем аденокарцинома желудка. Прогноз при нейроэндокринных апохолях третьего типа желудка хуже, чем при аденокарцинома. Здесь идет вопрос о гастроктомии или же это о резекте? Зависимость от локалина. Хорошо. Вот, если я уже, наверное, к оперативному методу вмешательства, то есть, какой бы из методов оперативного вмешательства был бы предпочтитель? Ну, уже так частично касались к этому. То есть, кокровая резекция, это, не знаю, комбинированный, наверное, циркулярный разрез и петлевая резекция в конце, либо это эндоскопическая диссекция, то есть, или какие-то границы, может быть. При крупных образованиях и одиночных, то есть, когда образований 20 в желудке, ну, наверное, здесь я бы не стал выполнять диссекцию по поводу 5, поскольку их нужно убрать как-то, желательно, побыстрее. Если они немногочисленные, больше 15-20 мм, безусловно, в пределах здоровых тканей их легче и правильнее удалить диссекцию по слизистому слою. Если образования более мелкие, там, пусть даже 5-10 мм, то я здесь предпочитаю колпачковую резекцию, поскольку, по крайней мере, если мы поговорим о нейроэндокринных апухолях прямой кишки, она обеспечивает больше удаления в пределах здоровых тканей, чем таковая для обычной петлевая. Колпачковую это инъекция по слизистой слой, лигатуры используете для этого? Мы не лигатуры, у нас доктор Левина, которая у нас в свое время работала, она представляла такой случай на ЕФ, по-моему, в прошлом году. Мы резинки для легирования варикозных расширных минпищеводов, вот они набрасывались на эти карциноиды, стягивались, значит, набрасывались на эти карциноиды и ниже резинки проводилось петлевое удаление и обеспечили такое очень хорошее формирование ложной ножки, то есть получается это как клигатура, все равно формируется ложная ножка и удаление. Часто ли случались осложнения при таких удалениях? У нас именно осложнение не встречалось, но описывал, по-моему, фильм с Мяукиной, я этот случай вспоминаю, поэтому горе, что у нас был такой случай на моей памяти, когда мы удаляли подобное образование при помощи именно клопачковой резекции и, собственно, отрасколько атрофичная стенка такая при хорошем аспираторе или отсосе, как он называет, то есть так полностью она втягивается, срезаешь радикально полностью полностенно. У нас пока, слава богу, такого не было. То есть достаточно аккуратно. Частота, скажем так, R0 резекции? Частота R0 резекции достаточно высока, я думаю, что она более 90%, поскольку образование мелкое. Ну, просто на литературе существуют разные данные в такой методике, ну, то есть сравнивали различные методики. В любом случае колпачковые обеспечивают больше R0, чем просто петлевые. Ну, вот, да, я вот к этому хотел подвести. То есть они сравнивали несколько методик, то есть они брали просто резекцию, набрасывали петли, удаляли, да, то есть под колкой подпредельствуют слои, потом брали колпачковую резекцию, ну, и один из видов это комбинированный, когда циркулярный разрез ножом, да, и, соответственно, по последующей за этим инъекцией и набрасывание петли. И вот этот метод на уровне с колпачком они считали, что более такое продвинутое преодоление. Хорошо, вот такой еще интересный вопрос, это вот после удаления вот карциноида, да, то есть нерендокриновкой, вот вы его удалили, срезали, замечательно делают гастроскопию, находят еще, пишут рецидив. Да, это спасибо за вопрос, это очень актуальная тема. В действительности, когда у нас, мы говорим о карциноиде первого типа, да, мы удаляем нейроэндокринной опухоли, но мы не останавливаем процесс, мы не можем его остановить. Точно так же, как у нас, например, на фоне атрофического гастрита есть один рак ранний, мы удалили, а человек через 3-4-5 лет может прийти к метахронным ракам. То же самое при первом типе нейроэндокринных опухолей. Безусловно, они продолжат возникать у пациента, и это не является рецидивом, это является метахронной нейроэндокринной опухоли. И правильная терминология здесь важна. Почему? Он приходит к вам и пятый раз со словом рецидив или четвертый раз, он относится уже совсем по-другому к эндоскописту, что руки растут из того места и вообще. Ну и второе, что еще, у нас же есть онкологическая комиссия, которая тоже рецидив воспринимает, это идет в копилочку. Для решения о гастроктомии или антромектомии иногда, что этим пациентам, мягко говоря, не совсем пока. Ложки-то не нашли, осадочек остался. Михаил Юрьевич, тогда второй вопрос. Вот возник у этих пациентов, у которых периодически, скажем так, начинают возникать вот эти вот ситуации, митохромное развитие, вот этих эндокринных опухолей, соответственно, есть ли рекомендации какого-то дальнейшего хирургического воздействия на них, то есть гастроктомии либо резекция желудка? Нет, если мы говорим о первом типе, здесь есть работы по антромектомии, то есть удаляется антральный отдел, для того, чтобы прекратить стимуляцию образования этих нейроэнтокрин. это, конечно, но нет, антромектомия, но это типичная, пилорасохраняющая. Но я не видел таких в жизни реальных операций, более того, достаточно сложно определить, где граница этого антрального отдела, который нужно удалить, чтобы не получилось так, что человека мы точили как карандаш все больше и больше. Как правило, эти пациенты просто наблюдаются, если они появляются мелкие нейроэндокрины до полумиллиметра, пусть, они просто идут раз в один-два года приходят, контролируются, если образование больше полумиллиметра, то они просто эндоскопически удаляются и человек живет дальше. Безусловно, мы можем человеку назначить аналоги с антостатина, что приводит к уменьшению этих опухолей, но пока мы вводим лекарство, человек, процесс остановлен, как мы прекратили его вводить, процесс возобновился вновь. Поэтому для этих пациентов данная терапия не рекомендуется, как правило. Просто мелкие наблюдаем, выросли, удаляем, не выросли, живем и радуемся жизни. Множественный такой рассыпной тип рендокрин, хабхолей, оно является каким-то показанием хирургическое лечение? Или же это, как вы говорите, просто наблюдать за ним? И хватать тех, которые большие? И если наблюдать, то как часто? Раз в один-два года, как пишут по литературе, мы, как правило, рекомендуем раз в год. А если образования мелкие, то мы их первого типа, мы, соответственно, их стараемся наблюдать, если они до полумиллиметра или даже до сантиметра, если они в районе сантиметра, мы удаляем эндоскопически. Исходя из очень хорошего прогноза все-таки при множественных мелких нейроэндокринных апокалиях в случае первого типа, мы, ну, лично я не склонен рекомендовать людям желудка, поскольку риск смерти от гастроктомии и качество жизни после гастроктомии значительно хуже. Да, все-таки страдает. Хорошо, тогда вот про наблюдение мы с вами поговорили, это раз, наверное, в год, в наших условиях, ну, или там раз в год или в два, это в зарубежных условиях. Еще вот по размерам, допустим, первый тип нейроэндокринной опухоль и размер его, ну, там, 3 сантиметра, да? 3 сантиметра, ну, безусловно, это эндоузи, для того, чтобы, во-первых, исключить наличие региональных лимфо-лимпатических узлов и глубина инвазии. Наверное, в данном случае нужно будет выполнить компьютерную томографию, чтобы исключить поражение выходящее за пределы желудка. Ну, а дальше мы, наверное, так же, как и в условиях... Ну, то есть, тактика меняется, я понял, что даже, несмотря на то, что G1, да, допустим, где-то до полутора сантиметров, плюс-минус, это все-таки... Полтора-два, да. Просто риск метастазирования растет с риском размера. И вот, когда оно равно 3-3 сантиметра, он уже не стремится к нулю. Здесь нам нужно все-таки паб-следовать. И пациент еще, дальше он наблюдается чисто эндоскопически, либо это все-таки задача онколога, да, то есть он уходит в онкологическую службу, там составляется какой-то определенный график и, скажем так, есть там какой-то КТ или еще какое-то дообследование, да, вот эти пациенты? Если мы говорим о первом типе, если у нас мелкие образования, ему не нужно выполнять никакой компьютерной томографии и так далее, так далее, поскольку риск метастазирования стремится к нулю, да, если это третий тип, это наблюдение так же, как после резекции желудка по поводу, например, рака желудка. Вот, еще один, мы поняли, что большие образования мы отправляем, но на КТ, соответственно, дальше дообследуем и до УЗИ и так очень сильно прицеливаемся, то есть к нашим возможностям, ну и соответственно выбираем наиболее лучшую тактику у этих пациентов. А если мы говорим о множественных, ну не 4-5, там допустим, а вот смотрим просто обсыпан почти есть глудок, понимаем, что мелкие мы удалим дальше, а этих пациентов уже тоже надо как-то, они крупные, остальные? Нет, мелкие. Вот и пусть и живем. То есть, просто наблюдает, что этот человек, если они, то, что мы больше сантиметра мы удаляем или полсантиметра, остальное просто живет. Поскольку это, ну вот, предположим, это на фоне первого, ну, то есть не положим, это в основном на фоне карсиноидов первого типа, то есть он живет, он умрет по статистике от причин не связанных с этими нерендокринными опухолями с вероятностью стремящихся к 100%, поэтому не нужно ему отрезать желудок, пусть он поживется своим. Химиотерапия какая-то существует при таких вещах? Существует, но этот только при третьем типе в основном, ну, второй-третьем типе. То есть при первом типе, в общем-то, она не используется. Все понял. Спасибо большое, друзья. Михаил Юрьевич Агапов, рад вас был встретиться. Я думаю, что увидимся еще неоднократно. Вы пишите свои вопросы, пожалуйста, внизу под каждым из наших подкастов либо в YouTube-канале и, собственно говоря, мы постараемся на них ответить. Михаил Юрьевич, огромное спасибо. Вам спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!